Приветствую всех вас, мои дорогие друзья, подписчики и неравнодушные зрители моего канала. С вами я, Принц Сурель. Друзья, хотел бы сегодня обсудить одно событие, которое, можно сказать, повергло меня в ужас. Причем уже в очередной раз такие ситуации, ну с каждым днем, наверное, жизнь становится все веселее и веселее. Ну, в кавычках, разумеется. Итак, вот на минувшей неделе, может быть, четверг, пятницу, я лицезрел одну новость, которую можно, знаете, ну, наверное, назначать какое-то первое место или во главе пьедестала вставить, да, прям вот, ну, таким главным символом российского равнодушия. Ну, наша страна, как всегда, впереди всех, но только впереди всех, почему, вопрос. Ну, вот, такие события, к сожалению, вот, почему-то становятся на первом месте. Позитивного очень мало, к сожалению. Ну, перейду к делу, значит, в Нижнем Новгороде, а точнее, близ него, то есть, может быть, это область, может быть, это село какое-то Нижегородской области, ну, не суть. Может быть, даже это и окраина города. В общем, на одном из озер, либо рек, есть один пляж, на котором люди купаются, загорают, и вот в один вот этот жаркий летний день все купались, загорали, там, не знаю, дети баловались, там, игрались, кто-то, может быть, и кувыркался друг с другом, ну, попивали пивко и так далее. Если бы не одно но, я все понимаю, что лето, надо загорать, надо отдыхать, но если бы не одно но, повторюсь, буквально в двух метрах или в трех даже, может быть, ну, не суть, лежал мужчина или молодой человек, возраст не уточняется, который уже, вдумайтесь, дорогие друзья, 16 часов пролежал, ну, мертвым, на берегу вот этого озера или реки, с пакетом на голове, с черным пакетом на голове, дорогие друзья. То есть, я так понимаю, что кто-то, видать, прекрасно осознавал, что мужчина уже бездыханного, ну, уже бездыханный, по сути, накрыл ему пакет, осознавая, что он уже мертв, все, что он утонул, но его выбросило на берег, оказывается, как потом уже выяснили. И накрыли пакет на голову, ну, чтобы не пугать детей, чтобы не пугать никого из присутствующих, это было утром. И он так пролежал буквально до вечера. То есть, там неизвестно даже, когда он утонул, может быть, он утонул ночью, может быть, прошлым днем, то есть, вот вечером, ну, как, может быть, как-то там в канун нового дня. Ну, в общем, понимаете, дорогие друзья, это насколько надо быть бесчеловечным, равнодушным, чтобы, ну, не знаю, или тупым просто вот до мозга костей. Ну, как можно не заметить вот этого странного обстоятельства, что мужчина не шевелится уже, ну, под солнцем буквально целый день. Ну, я не знаю, если бы, допустим, ну, вот я бы был бы на пляже, да, если бы я видел, что какой-нибудь человек не двигался уже, там, более двух часов, он не сделал движения, да даже одного часа хватило бы, чтобы, ну, быть уже обеспокоен, что происходит. То есть, я бы уже как-то звал тревогу, это вот что-то женщине плохо, допустим, там, мужчине. Ну, то есть, я бы как-то, ну, не знаю, если бы это увидел, я бы, ну, не знаю, вызвал бы скорую, спасатели, или как-то позвал, ну, остальных, слушайте, что-то там человек не шевелится. А тут, понимаете, 16 часов пролежал, и никто даже вообще не обратил внимания на то, что, ну, мужчина как-то странно, да, лежит, не шевелится, то есть, у него нету никаких реакций, да, то есть, это очень странно, с пакетом на голове. Я не знаю, вы напишите мне в комментариях, что это, или это от равнодушия, или это незнание вообще никаких законов природы, или это что, или люди знали прекрасно, может быть, делали вид, что ничего не замечали. Это что вообще происходит? Это просто за гранью понимания, ну, вообще всего. Напишите мне, значит, ну, в комментариях, что это может быть, потому что, ну, честно говоря, это просто, у меня даже в голове не укладывается. Это просто вот, я не знаю, это, куда мы катимся. И мы еще говорим, что мы там великая держава. Какая великая держава? А может быть, великая держава может называться только тогда, когда отношение к людям будет соответствующее, когда будет чуткость, понимание, доброта, сердечность, сострадание и сочувствие. Именно эти качества определяют, насколько у нас великая держава. А глядя на сегодняшние вот эти события, я про это вообще сказать не могу. Это вообще просто жесть полная. Ну, с вами был я, Принц Сурель. Увидимся в следующем видеоролике. Ребята, я очень возмущен. Ролик скину в описании. С вами был я, Принц Сурель. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова